Так как я попросил задавать вам вопросы, естественно, вы задали, и чтоб не откладывать в долгий ящик, я отвечаю. Здравствуйте, Петрович, доброго вам здоровьица, у меня такой вопрос, голодаю, пятый день, цель 15-21 день, переношу голод непросто, решил выпить чашку фито-чай, мелиса, душица, чабрец, ромашка, немного черный байховый чай. С ложкой сахара. Понимаю, что нужна только вода, но и суток петь не было, и прекращать голод никак не могу. Не означает ли, что теперь мне нужно начинать все сначала, запущены ли опять пищеварительные процессы? Спасибо. Ну что сказать? Что сказать? Голодания бывают, конечно, всякие, в кавычках одни там действительно классически голодают на воде, в данном случае, в данном случае, к сожалению, срыв. Я еще бы согласился, что выпил чашку фито-чая, мелиса, душица, с шабрец, ну с травами, да? Там, конечно, есть углеводы, но это минимум. Ложка сахара. Вот эта вот ложка сахара, ну, я не хочу сказать, что она там перечеркнет вам голодание. Но, но пищеварительные процессы, будем говорить, как бы сказать, они, возможно, не вернулись назад, но, знаете, дернулись. Здесь, вот я советую, будем говорить, вот цель, поставил цель 15-21 дней. Отголодали 5 суток, 5 суток, и так как переносите голод непросто, почему голод непросто сейчас переносится? Да потому что сейчас холодно. На холоде, на таком лютом холоде, голод, голод добавляет еще сухости и холода в организм, и внешней сухости холода, и получается вот это вот переизбыток, который, понимаете, даже через подсознание начинает действовать так, что срывает, то есть организм начинает, как бы, сам защищаться, и для этого он отключает просто-напросто сознание человека, для того, чтобы защитить себя. Поэтому 5 дней отголодали, да вполне нормально. Отдохните, восстановите все это, войдите в норму, а потом через какое-то время можете еще разок повторить. И как раз вот эта цель 15-21 день, и вам помогут все это сделать, и тут биоритмологические факторы будут играть на вас, это если вы на Великий пост сделаете. А Великий пост уже не за горами. Поэтому, знаете, и у меня такое бывает часто. Начнешь, вот хотя бы недавно я думал, ну, сутки поголодаю. Сутки только, а до этого я хорошенько так походил по свежему воздуху. И вот только сутки начал, ну, такой голод, ну, такой голод, знаете, ну, 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 просто не можно. Значит, неудачное время просто-напросто выбрали, и не надо насиловать организм. Еще разок поработайте над собой, над мотивацией, и, будем говорить, это, как бы сказать, первое, знаете, у вас, я бы не сказал, неудачное, но первая попытка, она вас мотивирует сильнее взяться за голод, сильнее, значит, отбросить все эти вещи, и вы легко выдержите этот срок. Паттай, и поэтому все нормально, ну, вот, ложка сахара, она, это самое, дернула вас все это, хотя можете дальше попробовать голодать, если такой голод, не будем строго все это судить, можно дальше голодать, как бы сказать, немножечко дали себе послабиночку такую, а дальше опять взялись, потому что вот фраза переношу голод непросто, кстати, по секрету большому скажу, я сегодня тоже голодаю сутки, сутки, так все нормально, так, ух, взялся, знаете, хорошо, сейчас такая вот вход в голод, расслабление такое, знаете, какое-то вот, вот, сознание, как бы сказать, вот, как бы сказать, мягкость сознания, но держись, но надо держаться крепче, людей ждал, троивынем, так, Александр Зверев спрашивает, если начинать голодание сразу с больших строков, не навредит ли это, чтобы не срываться на выходе, может, лучше не сразу 30-40 дней, а начать с 3 дней, затем с 70, после 21-20 дней, промежуток восстановится, преимущественно сыроедение пищи, немножко животной еде, еде, еще вопрос, как ваши отношения к сыроедению, ну, к сыроедению у меня отношения нормальные, я сам пробовал, но зимой сыроедение не идет по причине того, что сырые овощи, растущие летом, охлаждают организм, а сейчас, тем более листовые, а сейчас как раз холодное время года, холодные сыроедения, овощи, и двойное охлаждение, и у вас организм пойдет в разнос, поэтому это дело лучше принести на лето, сыроедение, либо же, либо же, либо же, ну, чтобы и зимой там все в нашем климате выдержать, но это надо постараться, а тут уже и орешки есть, и так, такие продукты добавлять, чтобы они были разгорячающие, то есть, больше где-то корнеплодами питаться, возможно, их даже не в сыром виде есть, а в слабо тушеном, чтобы они хрустели, вот, ну, я просто перестал заморачиваться по этому поводу, и, как бы сказать, отставил это дело, так, а что касается большие сроки, если человек, тем более, самостоятельно начинающий голодание, не, ну, в этом деле, вообще, не смысле думать, а, я сейчас как, заголодаю, чаще всего, получается, огромный вред, поэтому, как вы написали, лично, я так и начинал голодание, одни сутки, несколько раз отголодал, потом трое суток, а, интересно, дальше, потом, там, пятеро-семеро, то есть, и потихонечку пошел, потому что, знаете, когда большой срок, ты отголодал, то ты чувствуешь, что ты потратил некую энергию, которая, знаете, самая такая, я ее называю, ну, ее называют еще психической энергии, или волевая энергия, то есть, та энергия, которая руководит вашим волевым усилием, и если, Бог говорит, волевое усилие сильно, вы, значит, вот, Бог говорит, настроились на голод, и голодаете, а если она слабенькая, вот какие-то мысли, запахи, шорохи, там, еда, надписи, о еде, тем более, там, передачи, и так далее, потому что обострается обоняние очень сильно на голоде, все это быстренько вас сбивает, у вас не хватает именно вот этой волевой энергии, которая заставляет вас быть, знаете, таким, стальным, держаться, поэтому начинайте плавненько, не надо никаких тут рекордов, начните суток, если вы регулярно будете делать, раз в неделю, раз в две недели, о, отлично будет, Инария Петрович, научите, это Эльдар Элисал, научите медитации, когда перестают появляться мысли, я как раз записал видео и выложил, ну, примерно, как я делал, я делал различные там медитации, но это одна из таких, можно сказать, классических концентрация, медитация, вы садитесь, как я там в видео, сел, вот, сосредотачивайтесь на дыхании, вдох, выдох, вдох, выдох, если же все-таки мысли у вас в голове там вертятся, ага, то-то-то-то-то, значит, чем их надо вычислить, правильно, их надо вычислить другими мыслями. И, как правило, это лучше всего про себя твердить простейшую молитву. Например, такая, Господи, Иисус Христе, missed aniseb, помилуй меня грешного, Господи, Иисус Христе, missed aniseb, помилуй меня грешного. Или даже еще прочее, Господи, помилуй меня грешного, Господи, помилуй меня грешного. И очень хорошо это сочетать на вдохе, например, на вдохе Господи помилуй мя, а на выдохе, нет, Господи помилуй мя грешного, и на выдохе Господи помилуй мя грешного. То есть Иисусу молитву Господи Иисусы Христе, Сыни Божий, Господи Иисусы Христе, Сыни Божий, вдох, а на выдохееле дыхает. Так, ценю вас и уважаю вас. Спасибо. Так, Элизер Аширов. Вопрос, Петрович, как дела? Ну, дела идут, вот. Я бы не сказал что-то. Конкретно в чем, в чем, в чем, как дела? Чем я занимаюсь? Я сейчас, конкретно сейчас занимаюсь тем, что привожу порядок в свои архивы. То есть, вот эти вот книги, многочисленные, которые были написаны, я хочу сделать так, чтобы они, они были в моем исполнении. Сейчас я вам покажу, в каком это исполнении они должны были быть. Девять книг серии Основы. Это вот, то есть, это книга первая. Далее, значит, книга там, а, пошла, что это? То есть, ну вот, вот такая книга вторая, основа. То есть, Основы здоровья, это книги, такие развернутые по всем темам, я тут прошелся, чтобы они были, как бы сказать, более-менее хорошо раскрыты. Ну, и так далее. Так, авторские учебники. Авторские учебники, это такая уже капитальная проработка от голодания, значит, это закаливание, лечение, золотые правила питания и самолечебник, и самолечебник, да. То есть, чтобы они были в моем исполнении, ну, например, самолечебник. Вот, как я их исполнил, сверстал, немножко проверил там. И вот это я, то есть, я сейчас привожу свои архивы в порядок, чтобы, как бы сказать, эта тема, которая, которому я отдал много времени, она прошла. Так, дальше, Петрович, я отправил вам на электронную почту два адреса, по которым Анна Ахиповская. Ждем книги на всякий случай, дублирую адрес тут. Вот, я ее уже выслал, уже получен ответ, что все дошло. Все. На вопросы я ответил, которые были. Сейчас это я выкладываю на канал.